Так, девочки, ну что, давайте вам экскурс шубные дела проведу. Так, смотрите, вот всех всегда предупреждаю, имеете шубы, почаще их выгуливаете. Девчата, идет снег, идет мокрый снег, даже если идет снег с дождем, такое вот, знаете, месиво непонятное, одевайте шубы, идите в них гуляйте. В любом случае, даже если, например, вот сейчас как бы, да, дождь за окном, вынесли шубу свою на лоджи, на балкон, у кого что есть, повесили ее там, и пусть она напитывается вот этой влагой, потому что вот эта мздра, она вот вообще вся сухая, она как-то кожа. Вот что наша кожа, она без воды, она не может, да, сохнет кожа сразу, так и здесь. И вот я ее сейчас вывернула, она уже как погремушка, очень сухая, очень. Сейчас клиентка меня смотрит. Наташа, выгуливай шубу. Я даже не знаю, вот, понимаете, и вот она какой-то, то ли соль это на ней вот выступила, то ли что это такое, я не знаю. Ну, короче, как-то мне не нравится ее внутренняя, вот особенно, вот главное на этих белых местах, вот прямо вот где белая, да, вот она прямо и шуршит. Здесь вот прям, и она чувствуется на ощупь, она прямо, ну, неприятные ощущения. Так что все, девочки, запомните это первонаперво. Шубы беречь не нужно. От того, что она у вас висит в шкафу, вся запечатанная и упакованная, ей лучше от этого не будет. Вы ее не сохраните, вы ее только, наоборот, разрушите. Так как она начинает сохнуть, она начинает быстрее рваться, расползаться. А чтобы это предотвратить, ее нужно выгуливать, вот так, чтобы она у вас была мягенькая, живенькая, хорошая. И тогда она вам прослужит. Беречь их не нужно, их нужно носить в любом случае. Как у меня приходят клиенты, ой, там оденут ее раз в пятилетку. Да даже вот даже при нашей волгоградской погоде, как у нас бывает, минус пять, одели и пошли. Дождь, снег, идите. Она даже, она будет, во-первых, сам мех будет чиститься от этого, он лучше себя будет чувствовать. И этим же, этой же самой влагой будет питаться вся мздра. То есть она у вас будет в лучшем состоянии, чем она будет висеть просто в шкафу. Запомните это раз и навсегда, девчонки. Так что все, приступаю к работе, показала вам, что есть у нас внутри. Начинаю делать. Девочки, вот сейчас я вывернула шубу всю наизнанку, вот разложила. Какой должен быть формы, вообще вшит карман. Вот так вот вниз еще должно быть продление мешковины. В сторону, ну тут практически, да, под борта. И вверх. То есть мне нужно сейчас вот по мелу подкроить вот такую часть мешковины. Вот эту часть я отпарывать, трогать не буду, потому что я хочу сохранить мешковину, как идет общая подкладка, рисунок. А вот такую вот часть я вот эту сейчас подкраю, потому что вот здесь самая широкая часть кармана, вот здесь. Если я сюда вниз опущусь, здесь уже вот будет заужено. То есть карман будет тогда вот такой какой-то формы. Нам это не нужно. Самое главное, мы сохраним, где вход в карман, родную подкладку. А вот здесь я уже внизу, внутри могу подкроить ту, которую буду ставить. Так что вот сейчас и все три кармана вот такой формы. То есть эти блины просто вырезали и пришили круглые. То есть вход в карман заканчивается вот здесь. Вот он, вот вход в карман. И вот она мешковина 2 сантиметра. Представляете, ну что это за карманы? Ой, ну ладно. Давайте исправлять. Девочки, вот уже сделала я ремонт вот этих карманов, которые у нас прорезные, основные карманы. И сейчас буду делать внутренний карман, который карман у нас делается при входе в подборт. Вот этот маленький внутренний кармашек. Сейчас доберусь до него. Вот. Ну а вот эти вот как получились. Все хорошо, глубокие карманы. Теперь можно вложить все, что хочешь. Самое главное, удобные. Добралась я, девчонки, до этого кармана. Вывернула так, чтобы можно было вам показать. Вот тоже вот этот внутренний карман, который делается у нас именно прям в подборте. Вот вверху. Между подкладкой и подбортом. Вот, смотрите, какая тоже форма. Видите? Непонятно. Полблина я называю вот это. Хотя вот он должен идти точно так же, как тот карман. Вот так вот, по моему контуру, по пальцу тоже. Хотя бы немножко он должен быть углублено сантиметров на 10, чтобы хоть что-то можно было сюда положить. Сейчас посмотрю, как я тоже могу тут подрезать так, чтобы мне подвести подкладку. Потому что вот это основное нельзя как бы убирать, потому что при входе в карман, даже если полу человек откинет, будет видно, что стоит другая подкладка. Раз мы можем вот это сохранить, значит, мы это должны сохранять. Сейчас буду искать вот этот угол подреза, где я смогу выйти, ну, наверное, вот где-то вот так сюда. Вот самая такая выступающая точка кармана вот этого, видите? Отсюда и, значит, вот сюда вот вниз. Буду сходить опять и буду подрезать нашу подкладку, то, что будем доставлять. Так что все, приступаю. Ну все, отремонтировала я вот этот внутренний карман, который у нас идет из-под борта. Точно так же сделала подрез, подкраила подкладку и обработала его весь. Все. Сейчас выворачиваю на лицевую сторону, подкрепляю подкладку уже именно к подборту, потому что я пока туда-сюда таскала, там в некоторых местах уже оторвалась подкладка. Так что сейчас все закрепляю. Именно вот где карман у нас, вход в карман из-под борта. Подшиваю низочек и все, шуба наша готова.